на этой веселой ноте началось наше большое азиатское приключение мы поехали сначала на бали а потом таиланд на месяц и темы авиалиниями которые получили премию в 2024 году как лучшей авиалинии мира ну что друзья все мы зарегистрировали на наш рейс который летит в результате в бали у нас пересадка в дохе 14 часов очень интересно они нас заставили зарегистрироваться заплатить пошлину на въезд на в индонезию на бали это получилось у меня с турецкой карты снялось 336 ливир нам нужно на троих это оформить еще оформить таможенную декларацию и тогда мы спокойно залетаем в бали и там уже ничего такого делать не будем то есть нам это мы оплачиваем визу и эту визу нам вклеивают уже там на ездит в поле получается на таможне вклеить визу наши паспорта поэтому здесь нас как бы попросили все это отдельно сделать ваши может там быть нибудь интернета вы же такие вот и путешественники сделать это заранее у них есть qr-код для этого всего дела и нам выдали посадочные сразу до боли то есть мы вдохе выйдем присадку поедем в аэропорт там в отель нам поспим и поедем обратно ну все мы погнали погнали путешествовать а еще накопались до диме нова гипса узнавали нет ли там швов нет ли там каких-то железок вот записали один сотрудник передал другому информацию я думаю что чтобы потом если что мы не скажем так не обвинили в этом гипсе авиакомпании вот мы приехали задолго до 3 часа до самолета в принципе уже все прошли и нам еще не назначили гейт и на 15 это назначить и час 11 то есть через час не значит гейт и в час 15 нации у нас есть проходки от трюкова бесплатные походке две везда и мы пока решили их не использовать вдруг начнутся какие-нибудь задержки самолетов потому что сейчас в анталии задастовка диспетчеров и я посмотрела на на табло уже пять рейсов задержано поэтому невероятно что это нужно и тогда лучше эти проходочки оставить на какой-то критический момент а сейчас на их дома свеженькие не голодные поэтому нам пока туда не надо кстати мы только что поняли что нас попросили заполнить не документы на визу а документы туристический сбор за въезд в индонезию он получился чуть больше 9 7 долларов 150 тысяч местных индонезийских рублей на человека то есть 30 долларов мы уже потратили на бали не въезжая в бали вот еще также я запомнила таможенную декларацию нужно тоже заполнять на всех нас внизу я вам оставлю ссылки где это можно сделать так что открывайте описание заглядывайте туда там всегда очень много интересного меня очень интересовал сервис на борту поэтапских авиалиний и он нас реально удивил но уже мне нравится да и пледики подушки и наушники что у нас теперь есть плед а теперь есть наушники вот для этих экранов что будем тестить еще есть подушечка но самое классное что здесь есть вот такая штука которая можно всем настроить себе как удобно да и под ноги очень много места прям свободно абсолютно анализка уже кино нашла себе 3 алисе принесли наборчик детский сумочка катарского линии конечно это что сумочка это для игры какой-то player pieces все будем разбираться чё за игра тут все классно конечно кино можно посмотреть в игры поиграть но кино на русском языке есть всего два это пчеловод самый ужасный фильм который мы когда-либо видели и гарри поттер и кубок огня в мультиках к сожалению на русском нет соответственно в одесский фильм гарри поттер кубок огня минус того что ты сидишь в конце в том что для тебя уже доходит только то что осталось в других значит у нас здесь картошечка овощи курица до леса у нас соусом очень подозрительно относятся это у нас салатик алис перекол алиса колу берет а я решила попробовать видишь итак первый полет завершён и нас ждёт 14 часовая пересадка вдохе это столица хатара мы немножко погуляем по городу а потом утром пройдемся по дому из самых крутых аэропортов мира так мы решили пойти в сторону где написано такси с чтобы найти такси хочу вам сказать очень модные такси голубенькие такие белые цвета тифани такой цвет машину вообще просто садитесь садитесь так заходим в отель так друзья ну все за три минуты мы доехали до нашего отеля в духе отель у нас такой обычный чтобы передохнуть поспать стоило всего лишь там три с чем-то тысяч рублей сейчас покажу вам что тебе нужно от номера больше всего а ванная 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 тихо тихо успокойся казенное имущество так смотрите меня удивило здесь есть туалет такой вот и за него за спиной умывальник и зеркало как-то интересно это выглядит так вот наш номер за три с чем-то рублей вот отдельная кровать все беленькая шкафчик есть комплимент нам сказали чай кофе вода в номере отлично и вид 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 у нас на какой-то дорогущий отель и что это вообще такое сейчас посмотрим по карте бесплатный вайфай и сейчас мы посмотрим сколько у нас снялось с карты турецкой за эту поездку потому что такое ощущение что у нас снялось практически тысячи рублей хотя ехать три минуты ну машина так как цветов тифани что мы хотели и у нас рядом есть несколько достопримечательностей мы думали надо на них ехать но сейчас визуально мы посмотрели кажется что можно и дойти пешком мы погуляли вдохе примерно два часа нашли детскую площадку в парке миа алиса тут катается вовсю ну что друзья записываю свои впечатления от столицы катара доха мы ничего не поняли прогулялись по набережной на самом деле красивые очень небоскребы я на самом деле хотел туда поехать гуляли пешком рядом со своим отелем да нифига не рядом со своим отелем мы практически дошли до небоскреба да конечно мы были мы были на набережной корниш как называется противоположной стороне небоскребом она длиной 6 километров мы наверное прошли километра 3 самое лучшее в общем нашли до середины еще на этой середине как раз была жемчужина фонтан жемчужин как я и предполагала никого из нас он не впечатлил вот а напротив я специально не отметила этот рынок восточный рынок катарский вдохе потому что не хотел на него идти но оказалось что это единственное место где мы смогли купить воду напитки и все остальное там Дима соответственно попробовал замечательное блюдо так вот он и говорил типа может ты с курицей хочешь чувак карри это что такое необычное местное еда это прям каша какая-то вот сейчас сидит и думает зря он его ел какой-то соус просто это вкусно окей но но мне кажется это как соус используют почему-то крису там мы решили что это вообще лучше не есть били с лепешки взяли лепешку другое дело ну как будто лепешку сразу должны были принести может быть живот на него покрутит рядом с нашим отелем оказался спасительный супермаркет и мы решили больше не экспериментировать с едой что могу сказать ничего не могу сказать как бы для пересадки нормально отдельно наверное в Катар мне не захотелось приехать да ни еды ни магазинов да с едой пока вообще ничего не понятно очень странные то что мы попробовали было невкусно а все что мы видели такое более европейское оно соответственно стоило прямо такие серьезных мне кажется денег все по 10 евро то есть больше тысячи рублей и очень жарко как будто в сауне реально находишься да сейчас очень жарко сейчас у нас напомню что у нас сейчас какой месяц июнь конец июня и решили второй раз не испытывать судьбу с едой купили доширак который во всех случаях помощник во всех случаях это беспроигрышный вариант с курицей Алисе просто заварим мы не завариваем со всякими специями но просто с курицей ест и будем ждать завтрашний наш и будем ждать завтрашнего нашего полета 9 часового с двумя с двумя перерывами на еду в катарских авиалиниях кормят они там лучше чем на улицах что время на часа из 15-4 утра и мы пришли на свой бесплатный шаттлбасс до аэропорта из нашего отеля в Дохе очень удобная функция стоимость до отеля у нас стоимость такси до отеля у нас было 43 катарских рингита вот этих вот денежек местных что примерно составляло 10 евро чуть даже больше 10 евро вот это мы так поняли плата за то что ну за использование аэропорта потому что когда мы сели в машину там уже было 25 рингитов уже была на счетчике суха спать охота и сейчас у нас перейдет целых 9 часов до Бали так это у нас специальная комната для сна отдельно мужская отдельно женская давайте зайдем открывая алиска дверь я хочу ты что легла? алиса не ложись встань так мы пришли на фудкорт у алисы есть 10 евро и она хочет купить себе картошку фри с наггетами с наггетами вот такой круасса большой смотри гигантский стоит 20 евро денется к тебе сматерь вот а кофе где стоит 27 22 109 прикольно выглядит вообще да традиционная еда алиса делает свой заказ 33 рингита свой ответский набор нет это cancel это удалить вот я обожаю фуркинг здесь все такое вкусное как на картине и оно такое вкусное и нюхаешь его это просто а еще главное недорогое давай дорогое дорогое счастливый ребенок потратил свои 10 евро зарядочные подзарядочные станции здесь вот такая прикольная туристическая детская площадка здесь каким-то зонам заходят первая вторая третья у нас третья и интересно то что вот здесь дофига места где сидеть но но люди вынуждены засидеть на полу потому что сюда в эту зону впускают только после скажем так регистрации на рейс следующий перелет был самый большой в нашей жизни целых 9 часов и слава богу мы тоже летели на катарских авиари итак наш набор на 9-ти часовой перелет здесь есть маска для сна берушевуши зубная щетка зубной пасты и носочки вот так от нас заботится катар не реклама не реклама кстати значительно больше фильмов на русском языке и вообще фильмов намного больше как определить если фильм с русскими субтитрами здесь не очень удобно интерфейс тут появилась тут появилась кнопочка пропустить рекламу да вот смотрите если написано русскими буквами значит есть возможность включить русский язык вот второй подарок от катарских авиалий а это такая нашивка а это наклейка такая можно орикс герой орикс это кстати игра как ты любишь наверное это собрать надо робота круто соберешь робота так ничего не понятно поэтому взяли сосиски и вот оказалось такое интересное блюдо а то фрукты классные очень вкусный карри Дима говорит что великолепный просто второй карри вы его практически съели у нас второй прием пищи еще нам дали какой-то макаронный салат очень вкусный тоже вкусный я еще не попробовала а говядину а это картошка или что это какое-то пюре но оно не со вкусом пюре нормально вкусно ну нет мне не понравилось а это пюре я помню она сговорила из каких-то овощей еще мы кстати заметили что у нас здесь можно даже крепкие напитки брать типа виски и джина и водки вот и тоже совершенно все смотрите вот здесь мы оплатили значит нашу визу вообще заняло 5 минут и не надо было электронно это все заполнять очень сложно это было вот сейчас мы идем на таможню где нам это все вклеют так выглядит это вот так заплатили мы за троих 97 долларов 96 да по 32 доллара так все мы получим эту штучку и идем соответственно далее это 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 с электронными визами а мы вот сюда идем сейчас нам будут это все дело вклеивать вот нам сюда ну кстати с электронными визами больше в очередь чем с этикеточками да мы усталые но довольные 9-ти часовой перелет прошел великолепно довольны очень катарскими авиалиниями кормили нас два раза носочки все прекрасно классные фильмы посмотрели алиса вообще в восторге и перелет получился мега комфортный нам даже дали зубную щетку ну вы видели то что нам дали очень понравилось и на самом деле хочу подчеркнуть что мы не выбирали какую-то компанию определенную с которой лететь мы просто взяли самый дешевый билет на то направление которое нам нужно было в те период которые нам нужно было это казались катарской авиалинии чему мы очень рады что тут еще все делают заполняют таможенную декларацию мы ее заполнили онлайн и я внизу вам оставлю конечно же ссылки на заполнение всех документов все друзья мы уже ждем свой багаж сейчас поедем на транспире до нашего первого отеля на Бали всего у нас 3 так что смотрите не пропустите я думаю что посовещать обзоры с обзорами района в которых мы будем жить потому что мы будем жить в трех районах за 9 дней надеемся посерфить всем пока увидимся на канале мама на море в следующих сериях пока пока все было не так весело но уже час 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 ждем багаж летели девять и ждем час багаж декларацию я я я я я я